Эта программа говорит губерния, наш телефон 456645, по нему вы сможете задать вопросы по газификации. Такие вопросы на наш редакционный WhatsApp приходит регулярно, кроме того, люди звонят, но, как правило, это не жители Хабаровска, хотя есть и жители Хабаровска, но в основном это жители других населенных пунктов, куда вроде как подвели уже газ, они спрашивают, когда же я смогу к себе в дом провести газ, но городскому человеку не понять, как трудно жить в доме без газа, на самом деле это огромная проблема, и как она сейчас в крае решается, расскажет наш гость Алексей Анатольевич Морозов, заместитель председателя комитета правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса. Здравствуйте. Добрый вечер. Я знаю, что прошел региональный штаб по газификации, который возглавляет Михаил Дегтярев, что там решено было? Я слышал, что помогут людям провести газ. Да, это действительно так. Мы и раньше в крае занимались газификацией, это не первый год, но более активно эта тема развернулась с апреля 2021 года, когда президент объявил о том, что до границы землепользования газ будет доведен бесплатно, ну а дальше внутри землепользования это уже за собственные средства. У нас в крае тоже активно принялись за эту работу, 2021-2022 год, это намечены работы по газификации, то есть в те населенные пункты, где газ уже был доведен, где проложены уличные газопроводы, но стоят дома неподключенные газы, вот там активно сейчас ведется работа по подключению. И таких желающих на этот год уже более 4800 человек набирается. Телефонный звонок у нас есть, насколько я понимаю. Владимир, добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый. Да, говорите, пожалуйста. А мне можно обратиться к Сергею Николаевичу, к Могильному? Давайте мы... Сожрения нет, да, Сергей Николаевич уже ушел. Простите, у меня огромная просьба позвонить по теме разговора. Сейчас говорим про газификацию. Я уверяю вас, для огромного количества людей это насущная проблема, а про превышение скорости мы потом поговорим. Да, Алексей Николаевич, давайте тогда я свой вопрос задам. Насколько я понимаю, сейчас граница участка, газ проводится за счет государства. Дальше уже идут средства самого человека, который хочет или не хочет, например, подключать. Насколько это большая сумма и не пользуются ли какие-то коммерсанты, например, тем, что можно накрутить сумму? Или у нас вообще конкурентная вот эта вот работа, чтобы люди могли... Ну, чтобы это было доступно элементарно. Да, хороший вопрос, действительно. В Крае есть несколько организаций, газораспределительные организации, по которым определены тарифицированные ставки. А, то есть это железно? То есть вот есть такая сумма и не больше? Есть определенный перечень работ, есть определенная стоимость, которые утверждены по комитетам по ценам. Это три организации, я могу их назвать в Крае. Это Газпром газораспределения Дальний Восток, которая работает в целом на весь Край. И в районе имени ЛАЗО есть две организации, это спецтрансгаз и Сахалинская газово-энергетическая компания. Вот для этих организаций специально утвержденные ставки, скажем так, мы анализировали примерно 20-25% дешевле, чем рыночная стоимость, за которую другие организации могут выполнять эти же работы. А сколько это примерно стоит? Вот по тарифицированным ставкам примерно от 120 тысяч, это при отечественном оборудовании, и до 15 метров от забора до дома, и до 180, до 200 тысяч рублей, в зависимости уже это импортное оборудование, это площадь дома значительная. Ну вот такие ставки. Можно я уточню, как человек, у которого электрическая компания дома стоит. А вот государство обеспечивает подведение газа к границам населенного пункта, да? Ну, или какой-то улицы. А вот непосредственно в частный дом человек оплачивает сам, да? Государство доводит до границы земельного участка. Да, да, да. А внутри человек оплачивает сам. Да, совершенно верно. А вот, к примеру, если это человек неимущий, и вот даже эту сумму ему трудно найти. Ну да, все-таки 130, 200 тысяч рублей, это сумма не маленькая. Есть ли возможность хотя бы для каких-то категорий? Да, действительно. Вот из тех более 4800 человек, которые в этом году планируют подключиться, примерно третья часть, вот как раз мы говорим об этих людях. И недавно губернаторам было принято решение об оказании помощи для такой категории, это до 100 тысяч рублей на человека. Сейчас разрабатываются нормативные документы, списки, то есть в ближайшем времени будет изыскана возможность для оказания помощи таким людям. А сколько времени, если человек решает, вот заплатить самому или немножко подождать? Сколько месяцев или неделю? Ну, то есть от попадания в список, да, ты имеешь в виду, и до непосредственно реализации? Ну, вообще, в зависимости от необходимых работ, которые надо выполнить. Если у нас в крае есть выполнен значительный задел, так называемые нулевые врезки, то есть когда уже за счет краевых средств, за счет средств Газпрома, спецнадбавки, уже построены уличные газопроводы, и возле границы землепользования есть выход. Это так называемая нулевая врезка, когда нужно только присоединить, это не слишком долго тянется. А человек может узнать, есть ли рядом такая врезка? А он видит просто. Возле его забора стоит труба, желтого цвета выведена, то есть к ней можно подключиться. Если необходимо оттянуть газопровод, то это, ну, уже побольше времени, потому что требует и проект. Вот недавно мы были в районе имени Лозо, там интересовались сколько времени, 5 дней уходит на то, чтобы подключить дом к сети. Ну, вот все-таки, давайте вернемся к вопросу финансовому, да, вот вы сказали, что до 100 тысяч на одного жителя может быть выделено, то есть получается, если в доме прописано 3 человека, то подключиться можно практически бесплатно? Нет, на одно домовладение. На одно домовладение, ну, в принципе, тогда это не 130 тысяч, а 30 тысяч рублей где-то выходит. Это 100 тысяч на одно домовладение. Ну, то есть, нет, скидка в 100 тысяч рублей, это очень серьезная скидка. Да, конечно. Причем, если человек выбирает, а я думаю, что, ну, люди, у которых нет возможности, они не будут, импортное дорогостоящее оборудование, а поскромнее, то есть, ну, 20-30 тысяч сверху доплатить, я думаю, что все-таки можно будет. У нас телефонный звонок, здравствуйте. Петр Петрович, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я уже один раз вопрос задавал товарищу. Улица Черноморская будет госифицироваться или нет? Где узнать? Черноморская? Это в Хабаровске, да? Да. В прошлый раз вопрос действительно был такой, и давали мы ответ, что Черноморская вот сейчас, в ближайшее время, пока не будет. В планах нет этой улицы. А, кстати, люди как-то могут вместе скооперироваться, сделать так, чтобы к ним быстрее провели? Да, да, попрощение подать, например, да? Ну, это возможно, но все зависит от того, что если мы говорим про город Хабаровск, тут все-таки есть ограничения, есть определенные возможности, где можно подключиться так, ну, более-менее нормально. Это, получается, район химфармзавода, где построен газопровод через Ильинку до химфармзавода. И вот к этому газопроводу есть возможность и есть планы подключения. Пятая площадка, там идет интенсивное подключение. И у нас существует газопровод от Балтики до Платиномарены. Вот на его протяжении тоже индивидуальные домовладения, которые существуют, часть уже подключилась, часть сейчас, вот как раз коллективная заявка по улице Листопадной, там более ста человек, заключили договор с Газпром газораспределения Дальний Восток. И сейчас вот в ближайшее время эти работы будут там выполняться. Ну, у нас еще большой частный сектор в районе Полярной, получается, там пока нет возможности. По Полярной там пока ограниченные возможности, там нет пока газопровода и свободных мощностей, которые можно было бы газифицировать. Еще один телефонный звонок примем. Александр, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Говорите. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с графификацией коттеджных поселочков в районе улицы Совхозной? Это вот квартал Амур, это квартал Енипеев. Совхозная, Листопадная наша, да. Достаточно близко к центру, кстати. К домам, частным таунхаусам. И уже там им пользуются. Спасибо. Ну, вот я как раз называл улицу Листопадную, это как раз этот район. Это примерно там, да. Ну, от района Ореховой Сопки, это примерно так. Это да, от Ореховой Сопки в сторону овощесовхоза. Вообще газопровод проходит по тылам, скажем так, краевой больницы, через коттеджный поселок. То есть вот, ну, есть возможность там, есть возможность подключения. Ну, я попрошу еще раз дать телефон горячей линии по газификации. В принципе, если у людей возникают вопросы, надо звонить, ну, видимо, в рабочее время, да? Да нет, это можно в любое время звонить. Это горячая линия не только Хабаровского края, это российская. То есть если у кого-то возникают вопросы, хочет человек подать заявку, он тогда звонит. Чтобы подать заявку, ну, узнать можно там, а заявку можно подать либо в Газпром газораспределение Дальний Восток, есть центр оказания услуг, можно через сайт ConnectGas. Там очень хорошо как раз и расписано, как подается заявка и ответы на вопросы. ConnectGas. ConnectGas, да. Ну, в поисковике просто наберите ConnectGas. Да, это сайт единого оператора газификации, так называемый ЕОК. Вот если слышали такую аббревиатуру, то вот это как раз, это их сайт. Ну, все-таки, да, чтобы было понимание. Вот мы подвели газ, что нам дает газ? Я понимаю, что это и отопление, да, если поставить соответствующее оборудование. Потому что у нас сейчас, наверное, большинство коттеджных домов либо какое-то печное отопление, либо это электрическое отопление. Электрическое, в основном. Если нет, да, тепловых сетей, если нет возможности подключиться к тепловым сетям. Вообще, насколько можно значительно сэкономить за счет подключения как раз газа? То есть намного дешевле, да, получается? Да, если мы вот говорим о преимуществах, то здесь я бы рассматривал преимущества индивидуальных жилых домов, а не многоквартирных домов. Потому что многоквартирным – это замена сжиженного углеводородного газа на природный газ. Ну, здесь незначительное. Хотя разница примерно в 10 раз получается, но по деньгам это было 300 рублей, стало не 30 рублей. А вот для тех, кто живет в индивидуальных домах, это правильно вы назвали, это теплоснабжение, это горячее водоснабжение, это пищеприготовление. То есть вот имея подведенную воду или, скажем, скважину возле дома, можно вот это все. Ну, а примерно сравнить, во что это будет обходиться. Вот на прошлой неделе были в Переяславке и заходили в семью, где у женщины уже полтора года пользуются газом. Так вот, пример такой, 250 квадратных метров коттедж на отопление, вот в самое холода, у нее около 5000 рублей обходится. Как квартира двукоматная. Это в самый холод, октябрь, ноябрь в месяц, это полторы тысячи рублей. А дом, ну скажем так, обыкновенный дом 100 квадратных метров, это не превышает 2500 рублей в самое холода, а так полторы, ну от полутора до двух с половиной. Ну, это действительно выгодно, но единственное, что надо оборудование соответствующее оставить. Телефон вообще. Татьяна, здравствуйте, говорите. Здравствуйте, я живу в селе Бычиха, у нас давно уже к селу подведен газ, газовая котельная и убраны газгольдеры. Но по частному сектору трубы не проведены. Нигде не смогла в интернете найти информацию, когда же Бычиху подключат газу, когда проведут трубы по улице. Можно ответить? Хотелось бы узнать, есть ли мы в списках где-то, в какие-то сроки. Мы подавали заявки через госслуги, но нам, естественно, отказали, потому что у нас нет газопровода по улице. Да, совершенно верно. Значит, по Бычихе ситуация такая. В свое время, лет, наверное, 7 назад, администрация заказала проект газификации. Он был выполнен, или, скажем так, даже не в полном объеме был выполнен, и поэтому реализовать его не получилось возможности построить уличные газопроводы. Поэтому он сейчас частично так и остался лежать. А для того, чтобы газифицировать этот поселок, действительно, он включен в программу газификации, но это будет после 2023 года, 2024-2025 год. Сейчас как раз мы набираем объекты по газификации уже после 2023 года. До 2030 года мы должны газифицировать большинство сел Хабаровского края. Вот там будет это. В завершение, есть какие-то планы, когда, если не весь край, но хотя бы весь город Хабаровск удастся газифицировать? Вот про город Хабаровск я бы лучше не говорил так хорошо, оптимистично, потому что здесь сложнее всего, да. Хабаровск газифицирован на 7% природным газом, но и перспективы не очень радужные, потому что неразвитая сеть в ближайшее время до 2024 года будет единственно в районе поселка Горького газораспределительная станция установлена, будет проведен газопровод от поселка Горького до строящейся ТЭЦ-4, рядом с ТЭЦ-1. И вот на протяжении этого газопровода, да, там возможна газификация, это новые площадки, которые отводятся под аэродром ДСАФ, под жилищное строительство. Вот туда возможно. А вот такого массовой газификации пока по городу Хабаровска нет. По селам, конечно, это гораздо лучше, гораздо перспективнее это все будет. Ну вот не всегда жители краевого центра в преимуществе. Ну просто, опять же, если вспомнить, что у нас многоквартирные дома, в основном жители живут в квартирах в Хабаровске, а в селах это имеет определяющее значение подключение газа, но намного больше, чем в крупных городах, наверное. Спасибо огромное. Напоминаю еще раз, что вы можете позвонить по телефону горячей линии по газификации, можете зайти на сайт, еще раз скажем, Connect. Connect Gas. Ну и комитет по ТЭК, пожалуйста, обращайтесь в любое время, готовы ответить на все ваши письменные вопросы. Если нужны будут контакты, в WhatsApp-е спросите, я напишу. У нас в гостях был Алексей Мороз, заместитель председателя комитета по развитию топливно-энергетического комплекса правительства Хабаровского края. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...